Вчера крупная антиникотиновая акция аж на полсотни тысяч рублей поимела место на окраине Екатеринбурга неподалеку от микрорайона имени химического машиностроения. Все бы ничего, но при этом совершено еще и уголовное преступление, что напрочь перечеркивает возможный терапевтический эффект для местного населения. Оно на некоторое время лишилось возможности купить курева в магазине «Пивко» по адресу микрорайон Светлый, дом номер 4, 25-этажный, в который, кстати, встроен еще и опорный пункт полиции. Однако это никак не испугало группу налетчиков из где-то трех-пяти подростков, взломавших лавку после часа ночи, когда она прекращает спаивать население и закрывается на клюшку. Сигареты, постоянно дорожающие именно с той целью, чтобы все больше население бросило привычку, которая пагубна уже не только для здоровья, но и для кошелька, давно уже стали очень выгодной мишенью именно для подростковых преступных коллективов. Они рассчитывают, что суды не будут к ним строгие по малолетству, даже если и будут они пойманы. И так и происходит, по большей части. Даже тех, кто попадался неоднократно, суды обычно жалеют и карают как-нибудь так, чтобы без лишения свободы. А тем временем службы безопасности торговых сетей обрастают все более пухлыми досье на десятки таких экземпляров, сбивающихся в настоящие банды по интересам. Владельцы лавки из Светлого надеются, что и их, обидчиков, причинивших им урон на 50 тысяч рублей и скрывшихся в лесу, направившись в сторону Химаша, кто-нибудь опознает. Полицейские их тоже отловят и заявления, соответствующие туда, в 13 отдел, подали. Продолжение следует...